Чтобы волосы были густыми, гладкими и шелковистыми, нужен не какой-нибудь волшебный шампунь, а растущая луна. Казалось бы, народное поверье, но оно имеет научное обоснование. Это связано с тем, что человеческий организм на 80% состоит из воды, которая, как известно, приливами и отливами реагирует на активность спутника Земли. Это еще влияет, смотря на фазу, в каком созвездии находится. То есть можно как сделать просто шелковистые волосы, подстричь, допустим, в фазе созвездия льва или еще какого-либо. Также можно и сделать волосы на объем и на густоту волос. То есть это прям разные приметы есть. Ученые подтверждают, в полнолуние повышается рождаемость, но в то же время и число сердечно-сосудистых осложнений резко увеличивается. Врачи сообщают, в период активности спутника Земли возрастает количество инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Мы рекомендуем метеочувствительным людям в это время воздержаться от перенапряжения, от стрессов, больше бывать на свежем воздухе, нормализовать режим сна и бодрствования. Ох уж эта луна загадочная и таинственная, которая, несомненно, влияет на всех, кто под ней ходит. Но что делать, если земной спутник исчез, спрятался и пропал? Главное не паниковать, а делать свою жизнь лучше, краше и приятней. Кирилл Малиновский. Создатель электронной музыки и звукорежиссер на радио. Рабочий день очень плотный. Хоть и неудобно, но время наперекур музыкант находит всегда. Полтора часа в день улетают вместе с дымом в никуда. А вместе с этим 3000 рублей в месяц. Если подкопить на эти деньги, парень бы купил новый микрофон или хорошую звуковую карту. Стоп вредной и затратной привычки Кирилл решил сказать только сейчас. Вся планета на этой неделе следила за тем, как на три часа исчез с горизонта спутник Земли. Лунное затмение. Считается, что в этот день легче всего бросить курить. Да, я в приметы верю. Я, по крайней мере, попытаюсь сегодня бросить курить. Вот. Не получится, будем бросать другие дни. В день лунного затмения, уверяют астрологи, можно легко и безболезненно избавиться от вредных привычек, выбросить ненужные вещи, с которыми жалко было расставаться, закончить киготеющие отношения или бросить утомительную работу, на что человек до этого не решался. Лунное затмение, уверяют астрологи, несет в себе женскую энергию. Оно похоже на уборку квартиры, когда хозяйка борется с грязью или выбрасывает ненужный хлам. Поэтому в это время, советуют специалисты, лучше всего избавиться от чего-то ненужного, что до сих пор тяготит и останавливает. Причем выбросить можно не только мусор, но и ненужные отношения. Астрологи советуют лунным затмением проверить своего партнера. Хорошенько в этот день поругаться. Если в отношениях настоящих чувств нет, то ссоры обязательно закончатся расставанием. А если все серьезно, то пара оставит все склоки именно в этом неустойчивом дне и до следующего затмения о размолвках вспоминать даже и не будут. На растущую луну знакомятся обычно с молодыми людьми, люди, которые такие же по возрасту, как вы или моложе вас. А на убывающую луну, допустим, вы все время знакомишься с людьми, которые, допустим, такие же, как вы или старше вас. Кандидат физико-математических наук Кузьма Петрович за луной и другими небесными телами наблюдает почти 70 лет. Влияние спутника Земли на решение и желание людей, лунные календари, планирование стрижки под растущую луну или любовных отношений доцент считает глупостью и нелепостью. Кузьма Петрович к поэтическому спутнику относится весьма прозаично. Лунное затмение – процесс физический, который можно объяснить даже ребенку. Вокруг Земли обращается луна и делает полный оборот вокруг Земли за месяц. Когда она оказывается в тени Земли, свет от Солнца не попадает, происходит лунное затмение. В Кузбассе всего этого чуда так и не увидели. Оно выпало на дневное время, и луна еще не вышла из-за горизонта. Но кто-то его хорошо прочувствовал лично на себе. Музыкант Кирилл сообщил, что все эти дни он так и не курит. Может или нет загадочный таинственный спутник влиять на нашу жизнь и привычки? Даже ученые в этом вопросе однозначно не ответят. А может и не важно, то ли лунное затмение – повод и самовнушение, то ли действительно волшебная сила. Главное, чтобы это работало так, как нужно нам.